Я очень люблю ебануто обрабатывать фотографии в инстаграм. Если вы по каким-то, ну, неведомым просто причинам не подписаны до сих пор на мой инстаграм, то выглядит это обычно вот так, или вот так. То есть, понимаете, какая-то такая психоделическая штука, постоянная работа со слоями, пространством, всем таким. По-моему, это выглядит клёво, и в социальные ситочки, где большая часть контента это какие-то бесконечные селфачи, или другие вот самые простые, тупые, шаблонные фотографии, и подобная штука просто на контрасте выглядит, по-моему, очень круто. И стоит мне выложить вот любую мою очередную подобную вещь, как мне прилетает куча вопросов там в директ, в комменты, о том, что, господи, как ты это делаешь, чему научиться, какое приложение скачать для этого. Сейчас я на все эти вопросы отвечу. Здрасте, вы на канале Сейна. Что смотреть, если у Сейна редко выходят ролики? Канал Отто. Это на самом деле один из интереснейших каналов, о которых мне приходилось рассказывать. Канал не просто об искусстве, и, соответственно, он знакомит с современными художниками России и мира, рассказывает об уличном искусстве и все такое. Его ведет настоящий художник, именно современный. И вот некоторые его акции. Например, он создал карту копов, заменив на карте петербуржского метро станции на отделение полицейских участков и разместив такие карты в метро. А как вам инсталляция из сотни книг русских авторов на льду недалеко от Эрмитажа и здания Росгвардии в Питере? А какое мнение об искусстве может быть интереснее и круче, чем мнение непосредственно художника? Так что подписывайтесь на канал Отто. Респект таким каналам. С точки зрения техники все предельно просто. Я это делаю в фотошопе. Если вы не владеете фотошопом, то очень зря. Это, на самом деле, делается совершенно элементарно. И, в принципе, сама программа фотошоп на базовом уровне, и даже настолько, насколько я и владею, довольно несложно научиться всему вот этому, просто по видеоурокам. А сейчас вы увидите подобие одного из них. Так, знаете, что это? Это то, что я делал 40 минут, чтобы показать вам шаг за шагом, как я делаю эти изображения. Но оказалось, что экран я не записывал, потому что я дал бою. Так что будем исходить из обратного. Это изображение до того, как подверглось моему визуальному изнасилованию, выглядело вот так. Даже без рамочки. Собственно, чтобы достичь такого потрясающе ебанистического эффекта, чем я занимался. Буду показывать на примере вот такого замечательного хот-дога. Здесь уже есть выделение. Но вы же не знаете, как его делать, поэтому я его отменяю. Какие инструменты я использую? Первое это выделяус, или как его называют все нормальные люди, быстрое выделение. Если ваш объект находится на контрастном фоне или на белом фоне, как в данном случае. Кстати, если что, в Яндексе можно просто прям поставить фильтр в изображениях картинки с белым фоном. И, допустим, выводите слово хот-дог, как в данном случае, и ставите фильтр с белым фоном. И вам действительно будут вылезать хот-доги с белым фоном, как у меня сейчас. Что мы делаем? Выделяем сам фон. Тут у нас захватилось немного лишнего. Сейчас мы это исправим. В случае, когда фон контрастный, этот выделяус гораздо умнее, чем вы сами, поэтому он вам только поможет. Но в случае, если ваш фон сливается с объектом, то вам придется очень долго выдрачивать. Чтобы проверить, что у вас все точно выделилось, вы нажимаете правой кнопкой мыши по выделенной области, потом нажимаете уточнить край. Хоба! Так у нас же фон выделен. Что же не так? А мы перед этим берем снова правая кнопка мыши и нажимаем инверсия выделенной области. Теперь снова уточнить край. Хоба! У нас уже выделен наш хот-дожек. Чуть-чуть нажимаем сгладить. Радиус и растушевка. Ставим их на небольшие значения, просто чтобы у нас чуть-чуть сгладился край и не выглядел резким. Нажимаем ОК. Теперь снова правая кнопка мыши и нажимаем скопировать на новый слой. Теперь у нас есть наш замечательный хот-дожек отдельно. Мы можем им крутить, вертеть. Но мы же здесь не чтобы хот-дог вертеть собрались. Правильно! Поэтому объясняю вам остальное. Чуть-чуть увеличиваем нашу картинку. Теперь изучаем остальные умения, которые могут нам пригодиться. Нажимаем правой кнопкой мыши на сам слой. Нажимаем создать дубликат слоя и вот наш красавчик раздвоился. Теперь у нас есть два этих хот-дога, которые мы можем как угодно редактировать. И как вы понимаете, таких копий можно создать бесконечное количество. Дальше одна из фич, которые я использую, это игра с цветом. Выглядит для людей, которые не владеют фотошопом, это совершенно безумно, хотя на самом деле это проще парень рэпи. Просто выделяете один из слоев. Нажимаете изображение, потом коррекция, потом выбираете цветовой тон и насыщенность, и крутилкой цветовой тон вы можете менять цвета просто до неузнаваемости. И таким образом вы можете создать три хот-дога на своем изображении, как вы, например, видели у меня вот тут. И как мы достигаем такого же эффекта? Просто в каждом из хот-догов мы повторяем эту операцию и выбираем каждый раз другой цветовой тон. Так уж получается, что очень много чего у нас в мире по три, и поэтому, когда мы делаем три разноцветных хот-дога, это выглядит как бы безумно, но при этом вполне логично. Вот мы взяли три хот-дога разного цвета, какая красота! Так как сами хот-доги никому не интересны, в нашем случае они могут служить только фоном. Сейчас мы их скрепим. Они скреплены. И теперь мы сделаем из этих хот-догов фон. Берем, выделяем все три, объединяем в один слой, так как по отдельности они нам уже не пригодятся, ставим их в край и начинаем дублировать. Можно нажимать создать дубликат слоя, а можно просто зажимать Alt, хватать их, и их уже двое! Отлично! Теперь выделяем оба и повторяем нашу операцию. Мы не хотим, чтобы наш фон выглядел слишком уж однообразно, поэтому в очередном дубликате слоя мы не просто дублируем их через Alt, а нажимаем трансформирование, отразить по горизонтали, и как вы видите, они у нас в другую сторону. Это уже как будто бы другие хот-доги. Единственное, что мы забыли сделать, так это нажать Alt. Двигаем хот-дог, чтобы он красиво виднялся нам своей сосисочкой, нажимаем Alt, и перемещаем слой, вот допустим, вот сюда. Заносим его назад, и несколько раз повторяем операцию, чтобы заполнить всю картинку. Отлично! У нас есть превосходный хот-договый фон, и что нам с ним делать? Теперь берем просто нашу картиночку. Нам нужна отдельно она, поэтому скрываем все, выделяем наш главный слой. Вы это можете сделать, просто открыв новое изображение. В нем берете необходимую вам область, в идеале, чтобы не оставалось белых краев, потому что вам их потом вытирать придется. Можно ее вот так чуть-чуть подвинуть. Потом переключаетесь на вот этот инструмент, и у вас, видите, появляются ножнички, это значит вырезать. Берете, хватаете и уносите куда вам надо. А надо нам сюда. Она очень большая, поэтому мы берем и нажимаем свободное трансформирование. Вот настолько наша картинка больше, чем хот-дог, но я надеюсь, вы не будете начинать работу с хот-дога, поэтому у вас таких проблем не будет. Чтобы ваша картинка не деформировалась, вы зажимаете shift, и хватаете ее за один из краев, и уменьшаете по диагонали. Уменьшили, но она скрыта за хот-догами. Что же делать? Берете и поднимаете ее на самый верх. Поздравляю, вы на фоне хот-догов. Направляющие помогут вам выставиться по центру. Если же вы хотите наверняка отцентровать изображение, то берете, выделяете абсолютно всю вашу картинку, снова переключаетесь на первый инструмент, нажимаете сначала отцентровать по горизонтали, а потом по вертикали. Поздравляю, машина сказала вам, что это посередине. Отменяете выделение, чтобы оно вам не мешало, и вот вы здесь стоите. Но, Миша, это выглядит как-то недостаточно безумно. Понимаю. Давайте исправлять эту ситуацию. Берем, чуть-чуть сдвигаем изображение, пусть оно у нас выходит из края, и мы хотим сделать его все-таки чуть побольше. Снова нажимаем свободное трансформирование, и, кстати, вот посмотрите, что будет, если не зажимать shift. Понимаете, ваша картинка будет очень некрасиво изменяться, вас растянет, перетянет, и все скажут, да не умеешь ты, Миша, фотошопом пользоваться, ты вообще дебил. Что бы этого ни произошло, вы отменяете свои действия кнопочкой Ctrl-Z, или Ctrl-Alt-Z, если вы хотите отменить сразу несколько действий. Эта кнопка вообще вам очень сильно поможет, потому что косячить вы будете часто. Снова нажимаете свободное трансформирование, зажимаете на этот раз shift, тянете по диагонали, растянули, хоба, теперь мы хотим устроить нашу любимую игру с пространством. Каким образом мы это делаем? Мы берем, подходим к хот-догу, и мы хотим, чтобы конкретно этот красавчик вылезал у нас вперед. Что мы можем сделать? Мы, конечно, можем по старинке просто вырезать хот-дог отдельно, и как бы наложить его перед этой нашей картинкой в поле слоев, но можно сделать чуть проще. Мы берем, создаем дубликат этого слоя на всякий случай, и его оставляем невидимым и недеформированным на случай, если мы накосячим чего-то, что не сможем исправить. На этом же слое мы берем, выбираем ластик, делаем его полупрозрачным, чтобы нам лучше было видно хот-дожек на фоне, и ластиком просто стираем ненужную нам область слоя, так как хот-дог нам отлично видно. Возвращаем прозрачность, смотрим, что получилось. Получилось красотища! Можем проделать то же самое с верхним хот-догом. Чего нам еще не хватает для классической ебаназии? Конечно же, текста. Мы берем, создаем текстовый слой. Сорян, не могу сразу ввести буквы, так как у меня клавиатура без русской раскладки, и я забыл, где хэ. Да где, блядь? Хорошо будет слово лом. Есть у нас это замечательное слово. Этот шрифт подходил под нашу предыдущую работу, но под это хочется нечто другое. Слово лом, оно такое жесткое, монументальное, и нужен какой-то похожий шрифт. Вот как, например, вот этот. Мне, в принципе, нравится, как это выглядит, только вот я хочу, чтобы шрифт как бы был за мной. Здесь мы снова можем воспользоваться ластиком. Для этого нам нужно будет просто создать дубликат этого слоя, то бишь текста, растрировать его, то есть сделать так, чтобы он перестал быть векторным, и мы могли его стирать. Не спрашивайте, как точно это работает. Можете прогуглить про то, что такое векторы. Но, как видите, если мы пытаемся стереть наш обычный текст, то нам предложат его растрировать. Собственно, мы просто подчиняемся. И, как видите, наш растрированный текст мы уже можем свободно стирать. Но мы здесь собрались не чтобы легкие пути искать, а чтобы фотошопить. По тому мы берем нашу картиночку и в ней выделяем нас. Так как мы знаем, в какой области наш шрифт будет заходить на фигуру, мы можем выделять ее не целиком, а только в той области, на которую будет заходить текст. На всякий случай делаем еще немного. Уточняем край, смотрим, как это выглядит. Офигенно! По-моему, всегда мечтал так выглядеть. Немного тушуем, как я уже говорил. Нажимаем скопировать на новый слой. Единственное, наша красота находится очень глубоко, ее не видно. А вот и она. Теперь возвращаем ее на нужное место. Вернули. Снова показываем наш шрифт и просто ставим его под нашу выделенную область. Как видите, он находится под ней. Отлично, по-моему. Просто превосходно. И последнее, что мы будем делать, это немного играться со шрифтами. Что я чаще всего использую? Инструмент обводка. В случае, если шрифт черный, обводка черной, это просто не имеет смысла. Можно сделать ее for example, белой. А на сам текст можно, например, наложить радиент. Радиент. Черно-белый это для лохов. Мы возьмем цвета с наших хот-догов. Раз, два, красота, красотища. На самом деле, выглядит отвратительно, но мы учимся, это как бы не имеет никакого смысла, так что не черчайте. Можно сделать вообще какую-то безумную обводку, но, пожалуй, остановимся вот на этой. Потом, сам шрифт мы можем дублировать и тот шрифт, что находится ниже, чуть-чуть отвести вправо. Таким образом, мы сделали наши буквы как бы объемными, и если это вот такой градиент, оно смотрится просто красивенько, но также можно, например, убрать наложение градиента, и таким образом мы сделаем им край другого цвета. Можно также убрать обводку, и этот шрифт сделать полупрозрачным, и тогда многие даже не поймут, что эта штука есть, ее не заметят, однако общая композиция будет смотреться как бы более качественно. Поздравляю, теперь вы владеете всеми необходимыми инструментами для того, чтобы делать трушную инста-ебаназию. Но как придумать, что вырезать, вклеивать, и как вообще все это сообразить? Здесь я не сам такой гений, я вдохновлялся вполне конкретными авторами, например, Александром Родченко. У него в свое время, а это глубоко советские годы, был замечательный журнал «Лев», который он, кстати, редактировал вместе с Владимиром Маяковским, так что я вам настоятельно советую ознакомиться с тем, что тогда было. Вот то, что вы прямо сейчас видите на своих экранах, это опять же не бурное воображение одного Родченко, а это скорее символ эпохи. Чем интересна конкретно эта эпоха, тем, что в то время фотография вот успела появиться, и все уже свыкли с тем, что это работает. То есть фотография стала тем, что все знают, понимают, и появилось огромное количество талантливых, профессиональных фотографов, у которых проснулась жажда экспериментов. И мне дико нравятся работы того времени. То есть будь то фотографии, коллажи, вот эти Родченко сумасшедшие, это все делалось, кстати, руками, тогда фотошопа не было, и они действительно вырезали фотографии, наклеивали это все, получали вот такие сумасшедшие композиции, но не менее интересна работа, например, с обложками альбомов там 70-х, 60-х, 80-х некоторых групп, но в основном это такое хиппи, и вот их последователи, которые так или иначе связывали свою музыку с какой-то психоделичностью, вот эти все выходы за грани реальности, вы это 150 раз слышали, особенно интересно, как это было с экспериментами, с изображением, как они совмещали картинки с друг другом, что делали с пространством, визуалом, как это, то есть, в общем, это супер клево, советую вам ознакомиться, я даже не знаю, на что здесь ссылку дать, то есть, ну, может в группе моей ВКонтакте что-нибудь найдете, заходите, и фишка в том, что эта эпоха уникальна, потому что потом все наследие, то есть, все те итоги экспериментов, которые проводились в то время с изображением, они ушли в основном в профессиональную сферу, и все вот подобные приемчики, знания и фишечки, ими в основном располагают всякие дизайнеры и прочие люди, которые занимаются этим по долгу службы, а когда ты занимаешься этим по долгу службы, у тебя как бы накладываются дополнительные ограничения, потому что ты, во-первых, делаешь проект, а, допустим, если у тебя это кто-то заказывает, то тебе необходимо придерживаться стилистики фирмы, каких-то при этом ограничений ты в собственной идее ставишь, потому что тебе нужно в чужую концепцию вписаться, а также ты ограничен некими корпоративными вот факторами, которые на тебя влияют, и то же самое относится и вот просто к конъюнктуре, которая вокруг тебя есть, то есть вот сейчас модно вот эта штука, сейчас заказчик любит вот это, и ты этим всегда ограничиваешься, когда ты работаешь с этим, а когда ты просто челик, который хочет ввести свой инстаграм клево, то здесь ты не ограничен ничем, кроме собственной фантазии, там, рамок приличия, но на самом деле можно создавать бесконечно красивые вещи, и если там вы инстаграм ведете, и на него подписаны в основном ваши знакомые, то они все натурально охуеют, если вы выдадите что-то похожее, вот, так что всем рекомендую для себя вот такую штуку попробовать, и знаете, чтобы вам было приятнее пробовать, давайте устроим с вами конкурс. Если пытаться назвать это как-то по-человечески, то это слово коллаж, но мне гораздо больше нравится слово ебаназия, поэтому вы берете, вот, обрабатываете подобным образом фотографию, по туториалу, который вы только что посмотрели, выкладываете ее в свои соцсеточки, наверное, и в ВК, и в инстаграм, вот давайте вот этими двумя ограничимся, и указываете хэштег ебаназия для Сейна. Одним словом, все буквы в один ряд, не перепутайте, пожалуйста, я по другим тегам искать не буду, это не будет считаться. Выкладываете под этим тегом ебаназия для Сейна, давайте я дам вам две недели, вам точно хватит красиво отфоткаться, красиво обработаться, и лучшую работу, которую я увижу за это время, я выложу к себе в профиль в инстаграм, вас увидит мир, и вообще все охуеют, это вот вы будете, ваша работа будет в профиле Сейна, к тому же вы, может, кого-то вдохновите, может, вы и меня вдохновите вашей превосходной работой, вот, а я понимаю, что, возможно, вы сейчас подумали, ой, да я хуйни какой-то нафотошоплю, а там придут к Сейну какие-нибудь профессиональные там дизигнированных, выберет, и все, все куплено, продано, ужасно. Вы зря так думаете, потому что работы, которые просто мне понравятся, я буду постить в свои сторисы, так что вы обделенными тоже не останетесь, можете не беспокоиться. Подобная коллажная техника прекрасна тем, что здесь вещи могут сочетаться не только в смысле цвета или в смысле какого-то стиля, да, что вот там, допустим, такие-то шрифты и такая-то фотография. Также оно может сочетаться с точки зрения идеи или с точки зрения ваших каких-то личных ощущений, событийных мемов и всего чего угодно, то есть элементарно вы там вместе с панелькой что-то сфотошопить, можете почти вот реально все на планете, любую херню впихиваете, панельку и себя, и это будет сочетаться. Именно чтобы картинка в итоге выглядела так, чтобы она эстетически была интересна, вот это совсем не сложно такого эффекта достичь, главное просто обладать некоторой насмотренностью и, ну, чувством вкуса, но это уже, знаете, как это, как кто натренирован. При этом в создании этих коллажей вас ограничивает только ваша фантазия. То есть так уж получается, что каждый человек именно как творческая единица, он в итоге сводит любую свою работу, вот, ну, она сводится всегда какому-то лейтмотиву, всегда какие-то вещи становятся общими, какие-то фишки становятся, закрепляются за автором, и, в общем, все вот закрывается. И в каком-то смысле, даже вот в изображениях я закрыт, иногда мне, конечно, попадаются какие-нибудь туториалы на ютубе, там, как сделать в фотошопе такую-то херню, и я такой, ооо, все, мой инстаграм это сожрет, вот, и поэтому я особенно хочу увидеть ваши работы, потому что что вот придет в голову моему подписчику, это вообще вопрос века просто. Поэтому жду ваших шедевров, если вы не видите в себе таланта творца и не хотите ничего делать, то просто залетайте в мой инстаграм и ждите там работ творцов, потому что я вам гарантирую, будут просто бомбические вещи. Вы знаете, где кнопка подписки? А это... Короче, видосы старые, но они все равно охуительные. Вот многим кажется, что вот они видос смотрят и вот он хороший, да, а другие не очень. Неправда, у меня не так. У меня все видосы пиздатые, просто кликай. Лен! Талантливо увел, охуе!